всем здравствуйте хотелось поговорить еще на одну тему уже довольно таки избитую даже не на одну на несколько избитых скажем так тем просто хотелось высказать свои мысли эти темы следующие то есть первый вопрос это что такое нормальный нож второй вопрос зачем мне столько ножей и третий вопрос который я все чаще и чаще замечаю в комментариях под видео на ножевую тематику национальность нажимая нажима на имеет определяющее значение ну и чтобы в кадре что-то лежало сделаем так ну и так что такое нормальный нож как-то прочитал их комментарий под своим видео вот это говно ты купил не позорься покупаю лучше нормальные ножи ну и прочитав этот комментарий сначала разозлился а потом рассмеялся и задумался понятно что писал не умный человек и скорее всего школьник решил поглумиться но вопрос у меня остался а действительно что такое нормальный нож может быть это красивый эргономичный нож может быть это нож с клинком из какой-либо там супер стали может это дешевый или дорогой нож может это folder или fix it ёлки-палки какой ты нормальный нож с большой буквы н немного поковырявшись в своих мозгах я пришел к следующим выводом что в принципе в принципе обгадить можно любой нож любой фирмы за любые деньги ну и как водится прицепом так сказать обгадить его владельца наши люди просто так устроены они без этого не могут никак не просто так удовольствие получают и наверное так жизни самоутверждается грубо говоря вот покажите мне любой нож и я докажу что нож говно а так как нож говно то и хозяин его купивший соответственно полный идиот так как только идиоты могут тратить деньги на говно а потом этим говном еще и восхищаться и хвастаться перед другими но с другой стороны если вы покажете мне нож любой может я с таким же успехом докажу что нож просто великолепен его хозяин молодец и умница так вот все-таки что значит нормальный нож лично я считаю что понятие нормальный нож это чисто субъективное понятие то есть если вы приходите к выводу что нож вам нравится он вам подходит для тех или иных целей он вам нужен вы его хотите заполучить и так далее и тому подобное то это и есть тот самый нормальный нож независимо от цены фирмы страны производителей даже качество вот вот просто яркий пример да нож копеечный сталь говно сделаны и из рук вон плохо но этот нож мне понравился и вот этот нож я считаю нормальным вот нормальный хороший нож он в принципе соответствует такой позиции как цена-качество соответствует что цена что качество этого ножа соответствует друг другу то есть если человек находит для себя вот именно этот но не этот конкретно теоретически какой-то допустим нож нормальным у человека есть определенные причины считать его нормальным а значит нож действительно нормальный именно для этого человека а тот товарищ который там пытается с пеной у рта доказывать вам что ваш любимый кинжал полная херня ну такой товарищ выглядит полным идиотом хотя почему выглядит он просто я считаю еще один такой вопрос который очень часто встречается а зачем тебе столько ножей ты что ненормальный или там ты кого-то собрался там убивать резать и так далее и тому подобное ну давайте просто рассмотрим его вот этот вопрос многие любители ножей просто уже не отвечают на такой комментарий так видимо уже достала всех я попытаюсь но ответить за всех люди собирают марки монеты значки и кучу еще всякой фигни и почему-то вот это считается нормально а вот такое количество ножей допустим там кого-то в коллекции там 30 50 и более да то этому ненормально ну тогда ответьте мне на вопрос в чем нормальность нескольких сотен тысяч марок причем цены на которые иногда доходят до таких высот которым ну которые многим и не снились от ненормальности коллекции ножей например 30 штук например филателиста можно сказать а зачем тебе столько марок что на обои в квартиру денег что ли не хватает ну и куда вас пошлет филателист правильно пошлет именно юх если вы зададите такой же однотипный вопрос на женам он вам также укажет направление юха а почему да потому что вы не хотите понять увлечение человека вам важно только одно зачем под этим вот вопросом как бы завуалировано скрывается подозрение в твоей дебильности зачем зачем да за шкафом поймите если человек чем-то увлечен то его увлечение не обязательно не нормально она просто отличается от вашего а все мы когда-либо чем-либо увлекались а кто-то увлекается до сих пор в нашей стране многие увлекаются литерболом и считают это крутым и нормальным увлечением ну а я например не считая его нормальным а вот увлечение ножами вызывает много подозрительных вопросов а я его считаю нормальным люди просто поймите что каждый точит как захочет я точу как я хочу лишь бы без угрозы для окружающих еще одно лирическое отступление нормальность этом крутизне и величие там отдельных нажиманов да простят меня много уважаемые граждане ножевого сообщества имена которых я буду поминать в суе так сказать на просторах ютуба разыгрываются прям целые баталии мягко говоря кто-то не любит кто-то трепетно обожает там руслана киясова сашу вининула с кимом руслана пацанов с урала и многих других и создается такое ощущение что поклонники этих людей готовы это и по комментариям сужу просто-напросто что поклонники этих людей вот готовы разорвать поклонников из противоборствующих лагерей поклонники там противоборствующих лагерей оперируют следующими понятиями говорю что следующие слова не являются моим мнением ну например вот руслан кияса там выпендривается да тем что может точить ножи саша винину выпендривается тем что вообще своими ножами да с ким и на руслан барыжет своими досками для правки пацаны с урала вообще уроды наворовали народных денег и голод давай ломать милю на морозе теперь хочется сказать танцуют все и да грусть грызть друг другу глотку люди поймите простую вещь у этих представителей вот ножевого сообщества свои заскоки на которые я лично не обращаю внимание их заскоки не мешают лично мне относиться к ним с уважением не с обожанием или ненавистью а именно с уважением ну например руслан киясов мастер своего дела мастер заточки с большой буквы его видео да лично мне очень сильно помогает вопросов заточки ножей поверьте что с каждым новым ножом этих вопросов появляется все больше и больше и мне лично глубоко по хрену как руслан киясов выпендривается он делает полезное дело ему огромное спасибо за это саша винину да своими тестами ножей и обзорами ножей не одну неоднократно помогал мне в выборе очередного клинка спасибо ему за это и мне фиолетово какие у него тараканы в голове водится тут тот же самый с кимом руслан своими видео по разборке по разборку по разборке и ремонту ножей неоднократно помогал мне сохранить отремонтировать нож они угробить его ему тоже спасибо за это и не плевать что он ремонтирует ножи за деньги да это его личное дело если есть спрос то почему бы и нет как говорится спрос рождает предложение пацаны с урала вот смотрю их видео и держу под столом молодцы ребята просто всегда на позитиве кроме этого они показывают нам предельные возможности ножей ну определенной ценовой категории своими кавычках скажем так тестами им спасибо огромное за это и мне плевать на то сколько у них денег как они заработали на какой машине и катаются по поводу методов зарабатывания денег уголовном кодексе есть такое понятие презумпция невиновности хотите обвинить человека в воровстве заказываете недостатков и у меня хватает и как ни странно мне на них тоже плевать но мне иногда не хватает знаний и мастерства да и эти знания и мастерство я вот получаю у высших перечисленных представителей ножевого сообщества ну и не только вышеперечисленных причем за учебу обратите внимание да за учебу я не плачу знания практически на халяву просто коммунизм какой-то ну и последний вопрос это правильная национальность ножемана господам так сказать фашистам посвящается ну просто очень много вот комментариев видео по ножевой тематике с каким-то неофашистским националистическим уклоном создается ощущение что истинные арийцы вот пишут комментарии левой рукой а правая рука в этот момент выйти туда вытянута вдаль а монитор забрызган слюной от криков хай да уважаемые арийцы хочу сказать вам что наживая тематика ничего общего не имеет с вашими взглядами я читал майн камф фюрер там ничего не говорит про угол заточки ножа и его сведения необходимое для оптимального реза поэтому убедительно прошу вас высказываться по теме или идти на юг смысле в общество любителей арийской расы ну и как говорится пусть земля вам будет пухом все всем спасибо всем пока